Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Итак, поехали. Как в народе называли такие полотенца? Вафельные полотенца были знакомы каждому советскому гражданину еще с детского сада. Они отличались отличными гигроскопическими свойствами и долговечностью. Такие полотенца изготавливали из стопроцентного хлопка, а в результате особого плетения нити его поверхность была покрыта маленькими прямоугольниками и напоминала всеми любимое лакомство – вафли. Как назывался часовой завод, на котором в 70-х годах стали выпускать первые советские электронные часы? В 1973 году Минский завод «Интеграл» начал производство первых советских электронных часов «Электроника-1». Новинка отличалась прорывными для того времени технологиями и высокой ценой. А теперь вопрос от подписчика нашего канала. До какого года в СССР 1 января было обычным рабочим днем? 23 декабря 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января было объявлено нерабочим днем. Со временем Новый год превратился в главный советский праздник, которому народные традиции придали ни с чем не сравнимое очарование и особый смысл. Сколько советскому человеку нужно было выложить за бутылочку советского шампанского, которое было обязательным атрибутом новогоднего стола? В 1924 году после отмены сухого закона, советское правительство поставило перед отечественными виноделами сложную задачу – сделать такое игристое вино, которое бы стало доступно самым широким слоям трудящихся. Соответственно, напиток должен быть массовым, сравнительно дешевым и быстрым в приготовлении. Так появилась советское шампанское. После денежной реформы 1961 года его стоимость составляла порядка 5,5 рублей. Как назывался этот советский электрокамин? На фото электрокамин уголек, который появился на советском рынке в конце 70-х. Помимо тепла, он давал еще интересный визуальный эффект. Под пластиковой имитацией угля находилась лампочка с вертушкой. Благодаря этой нехитрой конструкции создавался эффект тлеющего угля. Что это за устройство советских времен? Современный подросток вряд ли догадается, что это за устройство, и уж точно не сможет оценить его по достоинству. Но в 1980-х годах для нормального приема каналов к телевизору нужно было подключать антенну. Например, такую комнатную антенну, как эта от завода Маскабель. Сколько в 80-х годах стоила эта популярная игрушка-каталка Красный конь? Эта игрушка была во всех детских садах СССР, дети обожали ее. Прокатиться верхом на такой лошадке – настоящее детское счастье. Большой конь, под гривой которого есть колечко. Если потянуть колечко, игрушка издает звук, похожий на ржание лошади. Цена игрушки в 80-х годах была 3 рубля 65 копеек. Как звали эту игрушечную обезьянку из СССР? Это обезьянка Боди, которая в 80-х производилась Кузидеевской фабрикой игрушек. Она была выполнена по прообразу популярных японских игрушек Мончичи и представляла собой мягкую игрушку с пластмассовым лицом и руками. Большой палец можно было вставить в приоткрытый рот вместо соски. По слухам прозвища Боди, игрушка получила в честь одного из сотрудников фабрики. На каком из зданий Москвы находятся эти часы? В Москве много интересных и необычных часов, но эти на момент появления не имели аналогов в стране. Эти театрально-музыкальные часы были установлены на фасаде кукольного театра Сергея Образцова в 1970 году. Лучи часов, узоры и флагшток покрыт и сусальным золотом. За 30 секунд до наступления часа кричит петух. В этот момент стрелка часов указывает на домик, дверцы которого раскрываются и показывается фигурка. Все эти действия происходят под мелодию «Ва саду ли в огороде». Почтовыми ящиками в СССР называли «засекреченные предприятия» или «отдельные засекреченные подразделения предприятий» или «целые закрытые города, которые работали в основном на оборонную промышленность». Происхождение выражения связано с тем, что у таких предприятий не было ни названия, ни адреса. В Министерстве обороны такие объекты числились по номеру почтового ящика. Ради чего люди выписывали журнал «Человек и закон». Журнал «Человек и закон» начали выпускать в 1971 году в Москве с целью пропаганды социалистической морали среди широких масс. На страницах печатались статьи на правовые темы, давались юридические консультации, публиковались письма читателей. Но главное, ради чего люди выписывали и покупали журнал «Детективные рассказы и романы» популярных советских писателей, включая Юлиана Семенова. В каждом номере печаталось по одной-две главы, и читатели с нетерпением ждали следующего выпуска. Какая сантехника была особенно популярной в СССР? Советские производители больше внимания уделяли долговечности, нежели эстетике и эргономике. В этом плане финская сантехника существенно выигрывала перед отечественной. К тому же, финские товары были первым доступным импортом. Но в масштабах СССР финской сантехники поступало очень мало, что делало ее дефицитной и вдвойне желанной. С каким советским фильмом связано появление этой новогодней игрушки? Выпуск «Елочных игрушек-часы» начался после 1956 года. Именно тогда на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Когда героиня Людмила Гурченко исполняла песню «Пять минут», на заднем плане была декорация в виде циферблата с движущейся стрелкой. Именно этот момент и вдохновил мастеров на создание елочной игрушки, которая впоследствии стала культовой. Кто из советских писателей прославился тем, что занимался поиском янтарной комнаты? В 1941 году немцы вывезли из Пушкина подготовленную к эвакуации янтарную комнату в Кёнигсберг. А в 1945 году реликвия бесследно исчезла. Многие люди пытались найти ее. Среди них был и писатель Юлиан Семенов, который активно использовал свои КГБшные связи в данном вопросе. В поисках янтарной комнаты ему даже доводилось беседовать с нацистскими преступниками. Писатель создал целый международный центр по возвращению на родину ценностей, похищенных немцами. Какой хрусталь особенно ценили советские граждане? Хрусталь в советские времена был обязательным украшением сервантов и буфетов. Советская промышленность выпускала много хрустальных изделий на любой вкус. Но особым шиком было достать чешский хрусталь из богемии. Во-первых, заграничное происхождение уже само по себе делало его более ценным. Во-вторых, он был тоньше и звонче советского за счет богемского кварцевого песка. В-третьих, отечественный хрусталь был, в основном, штампованным, а чешский – ручная обработка. Как назывались первые отечественные сигареты с фильтром? Первые советские сигареты с фильтром – это Ява, выпускавшиеся на одноименном табачном заводе. Эти сигареты были отличного качества и пользовались популярностью во всех уголках Союза. Чем запрещали пользоваться советским школьникам до 70-х годов? В то время, как во всем мире уже активно пользовались шариковыми ручками, советским школьникам эти письменные принадлежности были строго запрещены. Считалось, что правильный красивый почерк поможет выработать только перьевая ручка. Были даже отдельные уроки чистописания. Но в 70-х, когда школьная программа начала расширяться и усложняться, от чистописания отказались в пользу более важных предметов, и шариковые ручки прочно вошли в учебный процесс. Что это за предмет из советской эпохи? У советских детей были очень популярны вот такие свистки с резервуаром для воды. Благодаря тому, что воздух проходил через жидкость, на выходе получался очень приятный мелодичный звук. Что можно было проверить при помощи этой таблицы? Это занимательная таблица для проверки наблюдательности. Нужно засечь время и последовательно найти все цифры от 1 до 90. Если человек справился за 5-10 минут, то он обладает исключительной наблюдательностью. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Отгадайте, какую популярную в СССР вещь делает мастер в данном коротком ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok